и всем привет дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и это арт of conquest продолжаю снимать хоть и редко но когда вы смотрите видео то она уже было как давно давно снята наверное но не факт в целом что вышло обновление 19 и все вполне себе неплохо сказал бы я но много много мелких нюансов с одной стороны с другой стороны все вполне себе неплохо ну давайте во первых сейчас вот прям вот на данный момент нужно обязательно выполнять все задания и вчера вечером я их все выполнил сегодня с утра просыпаюсь какого фига 5 так много почему нужно выполнять все задания тут все легко и просто заходя в каждый дальше мы получаем 50 новых монеток кстати у них есть это уже здесь нет здесь это выражение у нас нету 50 новых монеток эти монетки у нас не здесь вот здесь эти монетки то есть вот он идет event эти монетки мы можем тратить и тратить на дофига всего интересного 30 монетка будет неплохо один данж вот к примеру или вот три то есть как бы или вот шесть то есть все офигенно 30 монеток это дофигища ну поэтому я решил что надо пылесосить и запылесосил и конечно же сразу же берем вот эти вот две штуки 18 атака между прочим это безделушка и она у меня есть я ее достал из сундука так вот прикольно откуда у меня оружие дать у меня вроде бы все с нормальным оружием такой кому-то там оружие пытаюсь запихнуть только не понял почему нету вот что безделушка как твою ж мать это что за фигня то такая это клёво это клёво и сейчас вот она у меня это безделуха у руфе о кстати здесь при 17 а здесь при 17 кайф и теперь смотрите я поменял раньше было как было типа откат все дела сейчас же давайте найдем кого-нибудь кого-нибудь кого мака мака раз туда тебя и вот смотрите-ка больше нет сраного ненужного отката это конечно офигенно конечно для тебя мака ты у нас офигенный дамагер тебе тоже бы не помешало кстати и кстати да я очень много таких артефактов надел очень много золотых ликов у меня по вылазила просто а гневища что еще делая создавая этот вот эти вот у меня получилось создать красный красный я даже не знаю как они обзываются идите фэд розовые то легендарные то красные траги и божественный я не знаю но суть в том что смотрите разница 5 15 11 4 10 8 но вы поняли в чем разница просто офигенно еще по одному то ну то есть а также как за каждодневку мне выдали еще 2 2 котла истины так что у меня теперь вообще проблем с этим нету также открыв сундук когда мы проходили всю эту фигню я открыл сундук и там выпало кодекс малоноком и теперь у так как я ее до лаврил единица мана минус то есть папа факту ее способности к примеру от ледяной взрыв он больше не тратит ману пример ледяная стена бы тоже не тратил маны если она была в юга теперь тратят не 4 а три маны это просто огонь народ просто рассказать но можно много чего но в целом с другой стороны мало чего а это было еще до этого патча нам разделили сундуки это было вы это видели но теперь и здесь разделили чтобы было легче как-то все это дело для себя то есть вот допустим все что построили мы прекрасно видим все что касательно замка здесь без мнений здесь я так до сих пор понять не могу что это за шкала но здесь будет объявленная война кстати вот это вот право пробел 2 где-то я просто поставил оставил отображаться поэтому нет так осталось подарки подарки да здесь собственно ничего нету что еще колизей опять появился колизей все хорошо я жду своей награды будет здорово точно мышь там это я так резко переключился что и забыл открываем и получаем облины получаем муж открываем здесь открываем и получаем блин не томи что я там получил козел где-то где-то где ты шлем так набор бонус снижение урона 35 процентов для глада обалдеть 35 процентов для глада так а у меня сейчас то подожди ты туда еще вернемся а у меня сейчас дает что урон против массивных боевых единицы но да конечно тут был бы лучше но на данный момент как кого вы понимаете что мне сет разрывать вообще нет смысла но хотел сказать у меня есть 2 глотно у него тоже с этой вполне нормальная до шапка не очень кстати вероятно заглушить для него вообще просто огонь но все остальное вполне неплохо вероятность оглушить для него это здоровская штука поэтому оставим короче ему доделал также как вы увидели герои не изменились а я не знаю почему но у меня это не меняется сейчас можно менять стиль то есть это классический стиль персонажей и вот это анимешно стиль персонажей anniversary 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 типа анимированный не знаю короче в общем есть фильм нажимаю свитч то собственно ничего и не происходит прикинь то есть не меняется персонаж а первый раз учу мне игра вылетела когда я играю на андроиде дает все дела но я играю через блистакс блистакс кстати обновился до 4 степени 4 короче блистакс 4 теперь есть вот видите да персонажа я себе его обновил он такой убогий он такой неудобный черт во время к нему привыкаю потому что думает он все-таки вроде как побыстрее также появилась вот такая вот фигняшка ability animation давайте я вам покажу суть ее в чем то есть вот она сейчас у меня включена то есть и так у нас будет все так на постоянке и к примеру она пойдемте пойдемте в бездну и я вам покажу надеюсь не громко я чет даже звук не настраивал а черт у меня все сбросились ну и погнали в бой как говорится здесь я специально для таких битв ставлю призвать лучников максимально какой все прекрасно знаете и призвать мечников от лучников и не успел потому что и сразу же завалили я опроса ты шатала их какие они все лютые так давай сделаем по-новому это же ни один скилл не зал суть и дело в чем я еще вам показывают а я показываю то что дает а фигня а та фигня нам дает то есть вот и вот это вот отображение собственно она и дает все легко и просто при всем при этом если вырубить эту самую анимацию нажимаем то смотрите что происходит это кнопка то есть вот запускается также битва но вот видали да ничего не отображается ничего не появляется то есть вот аврилка не появилась и это экономия нехилая экономия времени то есть по факту нам просто убрали дополнительную анимацию и это очень много кто людей просил это реально когда ты проходишь бездну тебя каждой доли секунду на счету это крайне нужная штука не все уж на то пошло и вот видите да у меня ледяной взрыв теперь он не написан бесплатного просто то есть у него ничего не отображено то есть он ничего не стоит потому что он бесплатно для меня теперь потом пока у нее у аврилки есть этот долбаный долбаная книги это хотела так отлично давай запустим град стрел от в них лучше четыре ручьем получу это дало надо мечников вызывать обязательно да уж так ну как бы нет я сейчас показываю а показываю то что вообще произошло у меня ну да еще у меня 31 левел замка так что все вполне себе неплохо сейчас качаю и появилась у нас в новом обновлении формация формация для гарнизона уход это реально кайф формации для гарнизона и я вот поставил такую формацию из лучников наверх кстати лучников можно и вниз составит тут уж как хотите вот поставил лучников наверх мечей впереди за ними копья парочку коней поставил чтобы было то есть было бы коней побольше я бы поставил еще бы сюда то есть мы поставил копья вот считаю что так вполне будет неплохо наверное не факт просто как получается все упрутся в мечей как вы прекрасно знаете мечи защищают от дальних атак упираются в мечей дальше идут копья и просто бьют их копья не знаю насколько такая формация хорошая но как бы поставил именно такую знаете лучше напишите в комментариях потому что честно вот с формацией у меня очень крайне все дерьмово как бы не сказать хуже по войску по войску у меня потихонечку копится золотая армия кстати давайте посмотрим что я сейчас могу максимал очку себе поставить то есть я здесь опять таки же стараюсь сделать как-то получше благодаря вот этим предметом лики у меня вот тут по появлялись и новые как бы все хорошо то есть я стараюсь сделать так чтобы у меня было все-таки лидерство как можно больше стараясь на лифак что получается допустим 6 у меня здесь дан у меня здесь появились новые книжечки я соответственно могу экипировать и у меня плюс один вид с тобой то есть барыж за каждую единичку начнем с этого и войско ну так же у меня 104 кстати 102 а почему у меня 104 а там с этого у меня не хватило тогда что ли состряпнуть или а а что за фигня 102 этому все а как я сделал тогда что у меня было 104 короче народ пошло не так у меня еще меньше чем было до этого ватафак 4 пошло не так болен я все перешелил я вспомнил где это у меня косяк ну кстати да благодаря тому что я все перешелил я еще немножечко изменил у меня к примеру кому вот ему я надел шапку плюс 4 лидерство дополнительных причем в обычном режиме тоже надел шапку лучше и здесь тоже изменил соответственно они не при 4 но в общем короче шапку изменил это хорошо все вполне здорово но я вспомнил чем нет косяк лидерство 3 лидерство 4 вот и все что нужно было сделать так кстати здесь тоже на место вернуть так как это не боевая единица вот так боевая единица то есть меня на призыв я только когда я хожу вот в эту школу тактики есть какие-нибудь и довольно классно только ради этого уже стоит стараться что дальше героев не изменили к сожалению хотя и стиль у меня стоит то есть вот выбрана а герои не изменились поэтому даже не знаю как они выглядят вообще в целом так пока не купим всякую гадость всякую гадость купим мы лишь могу часто докупить кучу этих камешков у я же могу купить кучу всякой нужности и давай короче первую нужность это вот это конечно же чем больше скиллов на способности тем лучше также все это фигню кстати мы к ней сейчас вернемся к этому лидерство и так далее я сам офигел когда увидел такую фигню но они добавили это круто да уж что-то я нафанател чутка я уже все купил и даже обложку по ходу дела для елены куплю ну либо потрачу на ресурсы не знаю если в них смысл а я все уже купил а еще семь дней ивенту клёво вот такие ивенты я люблю когда абсолютно все есть среда у нас гонка с древесиной я на каком-то вполне прикольном месте 4 чутка зафанател от этого что-то я хотел сделать что-то я хотел сделать а вспомнил что я хотел сделать откроем руны сразу же смотрим чтобы она была ну чё-то нужная на не все и погнали я вам сейчас покажу какую фигню прикольно заходим вратил героев и к примеру вот взять аврил у неё магия раскачет на максимум появился такой значочек даже не только магия нифига лидерство и выносливость суть-то дело в чем аврил атрибут то есть я могу густануть лимит или имеет густануть могу прикинь то есть вот допустим 5 и то есть за 10 получается да я бус зачем я посту меня здесь 5 отмечено а то есть один как за два буста идет то есть теперь у нее 61 то есть сверху они не это не сверху лимит это я максимальное количество могу увеличить теперь у неё вот она что то есть есть лиф у меня уже раскачаны персонаж просто все персонажи на максимум при всем при этом у меня этих карточек полета дело сраного тьма то я могу увеличить лимит и теперь я могу вкачать уже могли то есть за пять таких предметов бустую на 1 это только первый раз и могу вкачать на 1 в целом неплохо когда у тебя абсолютно все раскачаны и по максимуму это конечно штука неплохая но нужно ли нам не сейчас конечно же нет это сделано для тех кто уже максимального левел добился уже давным-давно и его мою чудил тигра скучно и интересно это пример для этого сделано вот это кстати 12 скиллов это просто кайф кайф лидерство 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 ты ж ты посмотри я сейчас могу еще одного сделать войнах а могу x и давай быстрее срочно смотреть что у меня получилось ставим второй набор войско да я могу сделать еще одного воина вот я прошло игру я борюсь за каждую единичку лидерство единичка лидерство это один бронзовый воин 20 лидерство это один золотой воин так что класс я когда-нибудь добью до 3 стака когда-нибудь конечно да мне бы нехило бустанула есть и мне дали по какой-нибудь звание в когда в королевстве но я как таковое не участвовал вот в этом деле во всем ты же уже открывал вот то есть про что имею ввиду то есть здесь каждый а это не это вот то есть каждый неважно кто да допустим ну вот допустим взять тебя их густует на 100 армии на допустим то есть это вполне себе неплохо то здесь допустим 200 логично вот здесь запустим также 100 армии суть в том что любое звание даст плюс к 100 армии это вполне себе неплохо плюс также люди берут ну то есть губернаторами становится крылья дома и все вполне себе неплохо то есть они еще дополнительно бустуются навык угроза кстати классный навык он пассивный пассивно активные то есть он постоянно активно то есть его не надо активировать и просто атака командира короче кто тебя такую то атакует короче минус 10 процентов атаки это очень-очень крайне еще много так что еще у нас есть кстати благодаря тому что я вот она покупал всякую фигню я теперь могу сделать вот так да и у меня теперь типа больше добыча золото но я стремился не к добыче золота а вот к этому строительные воротилы строительный воротилы были классно здесь процент скорость возведения зданий именно этому я стремился да и теперь у меня собственно скорость возведения здания будет намного быстрее то есть к примеру здесь у меня а блин ну над надо было короче заранее показать день 13 а было день 20 да потому что вот это было двадцать с лишним что короче минус два часа мне бабахнуло офигенно офигенно а здесь даже еще больше вот собственно к этому я и стремился давай тебя ускорим я не буду ускорять но тебя в баню и кстати да у меня сам дракона как видите он уже старейшина стал 6 звезд короче он такой босявый кстати логово появилась а у меня наконец-то отображаться кстати они хоть не отображались но если я сюда нажимал то я менял дракончика то есть все нормально то есть они хоть не отображались но все было хорошо дальше увеличить я вообще не вижу смысла потому что ну дальше только сбор сбор а здесь хранение эликсира эликсира у меня так полно поэтому как бы дальше я не вижу смысла вообще качать но качать а допустим все остальное очень даже приемлемо соответственно качаем дракон за кристаллов и скиллы за души или как они называют забыл что добавили в итоге решил загнуть в патч патч ноут добавлено у героя finnerier феннерир и можно открыть войди по одессу тл мне да тут еще далеко конечно бы я вообще не скоро бы это узнал это по факту волк лета волк короче и все нормально тени это волка больше наверное этот короче как он оборотень вот гарнизоны можно выставлять ну свою защиту можно поделиться новостями допустим получил герою грабину то есть можно поделиться своими новостями лимит характеристик повышен собственно про что я говорил то есть максимально характеристик можно увеличить каждая фигня продает плюс 2 очка то есть сейчас допустим мне у аврилки у нее теперь 20 надо то есть соответственно 10 магии я трачу и увеличиваю на единичку лимитом есть честно это очень много для правильно раскачанного персонажа с правильным шмотом это очень крайне много но пока что мне это нет смысла корейские сундуки добавлено духовного пламени и так у драконьего стекла до случайно уронами корейский сундук не знаю даже что это даже не големов юбилейный корабль чел добавить список лидеров окей бонус героя виде комплекта из чистой стали который изменена следующий эффект шанска она дополнительно то есть мелкие изменения если вы выйти из игры одно это понятно дело повышен так и здоровье и здоровья копейщик ветеран копейщик длительность резкий бросок повышен на 10 секунд копейщиков густанули перспособны правой защиты можно запускать каждые 3 секунды и эффективно усилился прикольно резкий бросков так вот сейчас глянь чем 5 секунд после завершения поединка командир не могут не бросать не принимать вызовы а ну то есть тебя по идее сразу же не смогут напасть ну и ты станут их короче есть шанс свалитесь и чем предел объемом армия при преобразовании войск больше не изменяет значение а это короче я сейчас вам покажу такс настройка может переключить анимацию способности героя что я вам показал деятельность братства добавлю значки категория на это я вам показал теперь можно выбрать рамку для своего портрета а рамку это я вам покажу время восстановления испытаний героев снижено до 20 часов о классно раньше был испытаний героев 24 часа сейчас 20 часов соответственно то есть это как войт то есть раньше было то есть прав угол и она все дальше 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 короче то есть раз в сутки не получалось делать никогда а сейчас как к пустоту зеркало можно раз в сутки опять не сделать то есть даже откатить на нужное тебе время то есть раз 20 часов это просто здорово это удобно все появилось 20 новых стадий ну собственно и финн рейс там появился нельзя появить войну городу а но это не для меня и собственно что про предел армия суть в том что когда ты заходишь вот сюда и нажмешь жмакать преобразовать допустим здесь дают больше чем здесь ну в каких-то случаях отдает каких-то не дает но суть в чем раньше есть у тебя уже лимит то есть максимал очка лимит это я имею ввиду войско то есть вот этот у тебя здесь уже максималка и ты не сможешь преобразовать потому что у тебя уже максималка сейчас он может просто привести лимит и без каких-либо хлопот и проблем то есть сейчас этот лимит убранный обратно все верну я потом забуду это первое так копия ешь хотел копейщиков глянуть копья 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 допустим здесь бросок копья тоже там получается здоровье блин не даже не помню сколько у меня было эхо ладно не пробываем защиту а вот новый скилл добавили не пробываем защита типа экипируется большим товар то есть как башен и щит то есть ну как видите посмотрели фильмы про гладиа не гладиаторов а про римскую армию где они там состыковывали щиты и просто как огромная башня шли там допустим формовка черепахи и все в таком духе то есть типа теперь не просто это в руках у них держится от этого есть толк вот и типа появляется эффект то есть сильные они защищаются от сильного дамага то есть первые три секунды по ним не дамажит так то есть по простому говоря то есть так как у них идет формация первые три секунды любой дамаг по ним не проходит в чем плюс к примеру при формации допустим да ну давайте я вам сейчас покажу вот на вот этом примере то есть допустим у вас стоят мечи мечи это конечно хорошо то есть плюс процентов дальние атаки и все здорово но это всего лишь минус процентов атаки при всем при этом копия то есть вот видите да они вот стоят да допустим вот они вот сомкнули ряды сомкнут ряды и крыш там щиты состыковали короче и все и им типа никто не может навредить суть в чем к примеру стоит танк где-то ну допустим вдалеке либо катапульты стоит это вдалеке они ударяют и первые три секунды в них просто дамаг не проходит это офигенно это офигенно допустим грим стоит в первых рядах он запускает свои ракеты не проходит дамаг это чертовски офигенно благодаря этому я сейчас задумываюсь надо делать копий надо делать копия потом они мало того чтобы они дамаг не проходят они еще сразу же в ответ копий копий кидают блин это классная штука это классная штука что еще там было длительность резких бросков повышается на 10 секунд можно запускать каждые три секунды а я в тесне слегка усилилась непрерывая защита можно запускать каждые три секунды непонятно было написано совершенно по-другому а здесь совершенно здесь каждые три секунды а там написано типа защита на три секунды а ну бросок копья вот собственно он и есть в течение 10 секунд враги пораженка получает на 30 больше в течение 10 секунд вот время увеличилось более это здорово вот а про мечей вот я говорю на крепкий щит снижает то урона дальние атаки на 50 процентов теперь есть смысл ставить к обратно копий вперед тем более них здоровье больше смотрите девятнадцать сорок двадцать восемь ноль шесть то есть более они еще и сейчас жестче стали девятнадцать сорок у них и по здоровью короче больше и у них есть дополнительно защита блин с этими формациями и теперь вообще не знаю чем не делать да уж а так и конечно меньше но непробиваемая защита бросок копья срули то есть не сразу же длинный копья на есть мощный урон большим массивом но это понятно дело тридцать шине урона от больших боевых единиц может реально формацию скопе делать так тогда чувак погоди может ты станешь копейщиком тем более счет копья хап на себе да ладно с этим потом разберемся ну и индивидуальная рамочка индивидуальная рамочка это не знаю здесь она или не здесь где-то нам было а ну давайте расскажу про короче видать ленари плохо покупают короче типа чуваки вот вам оленд покупать ленари и мы вам дадим разные виды плюхи то есть это сколько нужно ленари купить ну и конечно да там свыше вот этот копье скипетр появляется за 660 длина ли и как бы да тут уже такое появляется у нас легендарная с как он страх страус ну такой за 30 за 30 тысяч 30 тысяч ленари как такова ну то есть до звонок как бы есть и 100 процентов уже у некоторых людей вот это все куплено так скажу это сто процентов есть такие люди но вот день 4 на день 4 кстати вот они и самой монетки на день 4 я получу вот этот индивидуальная рамка сейчас как я понял на каждый портрет то есть видите дам портретик на него можно будет поставить индивидуальную рамку индивидуальная рамка сейчас я вам покажу про что я имею ввиду то есть вот допустим занес подданный я найду ну кстати с одну страну это наверное рамочка тоже считается индивидуально так как они наверное просто активно не активно потому что этот месяц к примеру здесь вот индивидуальная рамочка видите то есть фиолетовая здесь алюминиевая да без рамки это те которые люди вообще не играют вот видите да рамочка это вот можно назвать индивидуальной рамкой я не знаю кстати зачем она дается докуда так сказать докачаться чтобы она далась кстати петча ну вот один день ты сейчас долго не посещает у него рамка вообще исчезает кстати я об этом никогда не задавался вопрос ну то есть реально вот четыре дня нету и уже рамочки нету один день эту хоп рамочки нету то есть зайдут рамочка появится но собственно про вот эти вот индивидуальные рамки я и говорил то есть как вариант это будет именно так фатрам что-то не играет вообще другого другу искал ну ладно собственную рамку саму нашел и на том уже хорошо вот к примеру да а ну вот собственно я искал я помню что у нее точно есть рамку на то есть видео у всех рамка одинаково и теперь собственно у многих появится вот такая вот рамочка то есть это за вход нам дают сейчас призы и вот такая вот рамочка будет абсолютно всех ну кстати а ну вот просто смотрю там дальше пошло что-то пошло не так вот на четвертый день нам дадут тут эту штуку тоже потом ее когда-нибудь посмотрим здесь я сейчас пройдусь и я это все выкуплю и конечно же сейчас могу преобразовать наконец-то свои предметы предметы кайфовый предмет смогу сейчас преобразовать кстати если в я вроде бы уже говорил но блин не помню надо просто эти предметы уже удалить у себя если сделать комплект из вот этих предметов и сделать прирожденный лидер плюс один то это будет намного меньше чем то что у меня сейчас есть то есть лидерство 55 и лидерство 128 это куда больше разница чем в 40 а именно 40 нам даст способность прирожденный лидер то есть всего лишь 40 то есть в этом сети уже нету нужды вроде бы говорил но лучше еще раз напомнить учитывая что я собираюсь от продать ну и собственно артефакты артефакты тут нужно подумать что лучше о переведена да ладно и тишки колотишки так где а тут а и тут переведено отлично наконец-то блин я уже задолбался что полу диски наносит урон за каждый бонус герой наносит 1 процент урон за каждый один процент потери на здоровье прикольным а пандель с реметом он западал типа не знаю так в любом случае я хочу у нас сделать неуязвимость при используем способности для которых требуется мана то есть и я слив на меня допустим нападает я кастую в югу а именно она требует ману то я буду бессмертный энное время пока я кастую время сравнения способностью уменьшается это классно и что там за 5 звезд способности для которых требуется ману а у классно в юга короче у меня будет дамажить просто огонь огневищем ракс изготовить и изготовить и конечно же заколдовать плюс мана и плюс конечно же плюха но я хочу сделать две звезды изготавливаем заколдовываем заколдовываем отлично неизвест при использовании способности который требуется мана все просто классно теперь и плюс мана у меня идет дополнительных 4 и вообще магия и плюс конечно же офигенная плюха для того кто кастует что-либо с маной а это между прочим в юга которая между прочим у меня кастуется просто жуть о 40 лэвов нужен шаль я уже был надеялся что 35 почему в югу хорошая мало того что надо фига дамажа так еще урон увеличивается пропорционально магия кстати я не знаю насколько это пропорционально какой икс и все в таком духе но точно могу сказать чем больше мана тем лучше вот такие вот народ дела вот такие вот последние события для меня были кстати да и я тут так подумал подумал у меня было три сундучка так думаю а почему не попробует роза достать попытался открыл роза не досталось думаю нет вот последний сундук последнего обязательно достается герой последний сундук я открою обязательно это господи забыл клео во первых выглядит красиво а во вторых я хочу ее способность эту сраную друг до чтобы убивать как можно больше народу да такие вот народу ну на этом я уже с вами буду пришел обращаться как говорится спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать на гадж делиться мы видеть своими друзьями на это все всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока 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 пока